МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в самой красивой студии на мире, как вы отметили. Да-да-да, здравствуйте. Я не буду отрешать этого, да? Скажите, уже можно подводить итоги года? Это персональный год Швыдкова, 12-й. Он чем знаменателен? Вы знаете, это слишком самовлюбленно, чтобы подводить итоги года о самом себе. Я думаю, что этот год для меня был важен несколькими обстоятельствами. Если говорить о моей основной службе, то, конечно, это то, что мы начали в этом году год Германии. Ваша основная служба в Министерстве иностранных дел? Я служу и в Министерстве иностранных дел, и в администрации президента. Потому что я называюсь послом по особым поручениям, но одновременно я являюсь еще специальным представителем президента по международному культурному сотрудничеству. И обе эти должности были сделаны специально под вас, насколько я понимаю? Ну, вы знаете, я думаю, что так случилось, так совпало. Дело в том, что когда была административная реформа в 2004 году, то ушло сокращение ведомств. И в Министерстве иностранных дел решили сократить управление международных культурных связей. Это был, с моей точки зрения, вынужденный, но такой не самый, может быть, правильный шаг, потому что в это же время все наши зарубежные партнеры увеличивали департаменты культур в своих ведомствах. Скажем, ну, чтобы было понятно, да, у нас нет в МИДе управления департаментом культуры, а в Министерстве иностранных дел Германии в нем работает 134 человека. Во Франции, которая себя позиционирует как такая культурная империя, там работает приблизительно столько же. Итальянцы вообще заявили о том, что главным инструментом их внешней политики будет политика в области культуры, потому что Италия – носитель древности, вечности, и Рим – вечный город. И так далее, и так далее. Сегодня совершенно очевидно, что создание положительного образа своей страны за рубежом, а это делается с помощью разных инструментов, ну, прежде всего, с помощью культуры. Это наиважнейшая политическая задача любого серьезного государства. И я приведу только простой пример. Вот китайцы, например, говорят, что у них не было и нет внешнеполитических амбиций, хотя я думаю, что с приходом нового председателя КНР эти амбиции и появятся. Но они всегда на самом деле были. Скажем, в мире работает больше 660, вру, неправильно сказал, в мире работает больше 860 сегодня центров Института Конфуция. А сколько еще китайских ресторанов? Ну, китайские рестораны, само собой. Институт Конфуция – это такой же институт, как Институт Гёте, скажем, или как Альянс Францесс по-старому, как Культур Франц. То есть это наше Россотрудничество, да? Но у нашего Россотрудничества порядка 70 центров по миру, а вот у китайцев больше, чем 860. А вот все эти центры, они как бы подвальны, вы их курируете? Нет, мы с Косачевым достаточно дружественно работаем, но дело в том, что эти центры находятся в совершенно иной системе и занимаются такой самостоятельной деятельностью. Я курирую как бы все направления, потому что есть еще «Русский мир», есть деятельность... «Русский мир» – это канал? «Русский мир» – нет, 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 это «Русский мир» – это фонд, который занимается пропагандой русского языка. Есть, скажем, деятельность Министерства культуры во внешнеполитической жизни, есть Министерство образования, Роспечать и так далее. Вот все это вместе и составляет такой род моих занятий. То есть я координирую их деятельность. Но если, повторю, в МИДе раньше был департамент культуры, то теперь там работаю я и еще мои... Аппарат сотрудников. Три сотрудника. Три сотрудника. Три дипломата и три канцелярские девушки. Понятно. То есть месседж понятен. Вы сказали, что там в Германии 130 человек. Нет, нет, я ни на чем не настаиваю. Это просто очевидная вещь сегодня. Потому что для того, чтобы заработали инструменты по-настоящему, нужно, чтобы был очень мощный направляющий импульс, исходящий из Министерства иностранных дел. Я не могу сказать, что я могу заменить собой департамент. Видит Бог. То есть я стараюсь по мере сил и возможности заниматься разными делами. Ну, в частности, там, есть особая тема, которая называется гуманитарное сотрудничество на постсоветском пространстве. Это не такая безволочная тема, как кажется многим. Ну, как раз в этом направлении вас перебьют. Там может работать бренд Михаил Шведкой. Потому что вот на постсоветском пространстве вас знают там, в том числе и как телеведущего. Да, да. Знают действительно, это правда. Но мы все-таки на постсоветском пространстве сумели, в частности, благодаря там усилиям и Джохан Палыевой, который сейчас работает руководителем аппарата в Думе, и Паллада Бельбеляглы, и покойных нескольких людей уже, к сожалению, создать Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Это очень серьезная организация, в которой есть деньги, которая занимается поддерживанием гуманитарных связей на постсоветском пространстве, а значит, в какой-то степени и русского языка. Потому что все между общением на постсоветском пространстве пока еще ведется на русском языке. Я надеюсь, так будет впредь. Но вы должны понимать, что ареал такой сокращения русского языка в мире за последние годы – это довольно серьезная цифра. Это почти 50 миллионов человек. Странно, что вы при этом как-то… ну, у вас такая миссия, в общем-то, достаточно серьезная в государственном масштабе, и находите еще время заниматься театром мюзикла. Ну, вы понимаете, в чем дело. То есть, что из этого хобби, а что вообще это основное… к чему призвание? Вы же, как бы, ну, театрал по призванию, вот как бы… Ну, по истории, скорее всего. По истории, по образованию. Ну, начиная с, наверное, начиная с 93-го года, я уже театром не слишком занимаюсь много. Ну, не надо сказать, вы были министром культуры на минуточку. Ну, я был министром культуры. Я театром, как профессионал-специалист, там, критик театральный или даже… Да, ну, я к чему веду? А теперь вы стали писать либретто. Ну, понимаете, с годами приходит дурость всякая в голову. Дело в том, что заниматься международным культурным сотрудничеством, как бюрократу, в моем положении, практически невозможно. Если у тебя нет вот этих самых 134-х человек, которые занимаются системно международным культурным сотрудничеством, то надо искать другие инструменты. Вот вы сказали, например, что я телеведущий, да? И вот то, что я телеведущий… Да, вас знают, я сказал, что вас знают на постсоветском пространстве в этом качестве. Да, как телеведущий, да. Ну, вот то, что я телеведущий, помогает мне очень, потому что многие люди всё-таки к людям из ящика относятся с уважением. На постсоветском пространстве действительно смотрят до сих пор целый ряд программ, которые я когда-то делал и которые сейчас продолжают делаться. Надо сказать, что и мои там коллеги в Центральной и Восточной Европе тоже знают меня там, как театр, а театр. То есть я для них не чистый бюрократ. Всё равно, если ты не можешь, опять же, иметь там 150 человек под ружьём, то тебе приходится применять другие инструменты. То есть ты занимаешься культурным сотрудничеством, как деятель культуры в том числе. Это легче, это понятнее, это доступнее. Это иногда сводит моих коллег там из Германии или из Франции с ума, потому что когда они вдруг узнают, что я там, что я открыл театр музыкальный, что я веду телевизионные программы, что я преподаю в университете, в МГУ и в театральном институте, что я ещё там это, это и это, там, президент Академии Российской Федерации, то все начинают сходить с ума. Потому что, в принципе, это нетрадиционно. Да, как говорят. То есть это абсолютно такой неправильный бюрократ. Но, опять-таки, поскольку системно заниматься очень трудно, то вот именно к такому неправильному бюрократу, как я, относится несколько иначе. И то, что очень сложно иногда бывает решить бюрократическим путём, с помощью, ну, простых каких-то вещей, в общем, это можно достигнуть. Но, ещё раз повторю, это не от хорошей всей жизни. Другое дело, что я открыл театр, потому что я очень люблю популярную музыку. Это стыдно, об этом стыдно создаваться. Извините, я перебью. Это коммерческое предприятие? Нет. Не коммерческое? Пока нет. Поэтому вы лоббируете закон о меценатстве. Я лоббировал бы закон о меценатстве, даже если бы он был коммерческим предприятием. Но я считаю, что этот закон необходим. В любой цивилизованной стране люди, которые занимаются благотворительностью, должны быть поощрены. Поощрены прежде всего налогово. Но другое дело, что, например, я противник того закона, который сейчас рассматривается в Думе. Не то, что противник его, я считаю, что этот закон недостаточен. Нельзя просить льготы только для меценатов в области культуры. Есть более, такие, скажем, необходимые, даже трудно так сравнивать, конечно, но есть более социально актуальные, что ли, вещи. Ну, например, благотворители, которые жертвуют интернатом. Или интернатом, в которых учатся дети с ограниченными возможностями, их много. Или домам престарелых. Они тоже должны быть освобождены от налогов. Я помню одну вашу фразу, которую отпечатал меня, что побираться можно, но это надо делать с достоинством. А это правда. Побираться нужно и можно. Ну, а для культуры я всегда побирался, когда у меня не было театра, когда я был министром культуры и замминистра культуры. Надо побираться весело. Это как бы веселая попрошайка, у которого... Ну, у него шансов было. Нельзя приходить, начинать плакать, говорить, что надо говорить, что все потрясающее, только дайте денег. Тогда слабым денег не дают. Как бы людям, которые приходят в плохом настроении, говорить, ой, какой ужас. Ты должен прийти, как Том Сойер, который красил забор, сказать, что потрясающее дело. Если вы сейчас не дадите денег, это будет грубейшая ошибка с вашей стороны. Тогда что-то получается. А когда приходишь, начинаешь ныть, он не дает. Нет, унылым людям вообще нет. Уныние вообще грех большой. И унылым людям денег не дают никогда. Кстати, насчет унылости. Ведь фамилия Швиткоя, она на украинском языке обозначает такой быстрый, проворный. Швиткоя медичная подмога. Вот это вот украинское название скорой помощи. Я задам вопрос, который Олегу Менчишкову задавал. У вас мыши есть в театре? У него же тоже театр теперь. Театр без мыши это дело плохое. Вы хотите кошку пристроить? Я хочу пристроить эту вот бездомную кошку, ее зовут Долорес, и ей всего годик она стерилизована, но мышей ловят. То есть вы хотите сказать, она готова как бы жить стоя? Да, мы отдадим ее в хорошие руки, если у вас в театре вдруг кто-нибудь захочет. Но сейчас я просто позвоню директору, потому что если я приеду просто с кошкой, он мне может... Я художественный руководитель все-таки в театре, а не главный начальник. Поэтому если директор разрешит, я сюда всему и возьму ее. Отлично, будем считать, что доброе дело мы сегодня еще одно сделали. А у вас, кстати, домашние животные есть? Собаки. Собаки тоже, как у меня. Но правда одно время я жил кот с собакой. И жили вполне дружно. К сожалению, и тот, и другой уже умерли. Но это была дружная компания. Причем главным был кот, естественно. А ну, потому что кот, видимо, был раньше, да? Он был на этой территории, нет? Нет, нет. Кот вообще, коты ведь, ребята, они тигровые. Притом он просто маленький. Пришел, когда у меня был пес очень уже взрослый. У меня был Коля, а Коля, они такие пастухи. Они любили всех... Вот покойный Крис любил собирать всех вместе и охранять. Они такие собаки-пастухи. И вот он любил, чтобы все сидели вместе и смотрели телевизор. Он не любил, когда шлялись там по разным углам квартиры. Он это терпеть не мог. И когда пришел маленький кот, то он уже нам подарил его мой товарищ. И он понял, что он раз маленький, надо за ним ухаживать. А маленький вырос и обнаглел. Так бывает очень часто. Бывает все время в жизни. Это да, это схема, которая работает. А у вас два сына. Они ведь, наверное, там отдельные семьи, да, у них? Ну, они живут отдельно. Да, у них есть домашние животные? Нет, к сожалению, нет. Ладно, ну хорошо. Мы тогда от приятного к неприятному. О рейтинге вузов и о вашем мнении по поводу рейтинга неэффективных вузов, которые вы озвучили. Ну, видите, в чем дело. Я сразу скажу. То, что в России слишком много вузов, и там часто дают плохое образование, я об этом даже спорить не стану, потому что это так, и это известно было давно. К сожалению, в этом рейтинге, как пресловутом, шла речь только о государственных вузах, но у нас слишком много частных вузов, где дают некачественное образование. Это очевидно. Государственные вузы открыли огромное количество филиалов, где ты просто утром приходишь, сдаешь деньги, вечером получаешь диплом. Вы знаете, мне, в эти разговоры с вами интересуют творческие вузы больше всего. Вот, но. Когда начинают применять критерии эффективности, которые применяют к университетам, вузы, где готовят актеров или даже консерватория, то это, в общем, неточность большая, потому что совершенно другие подходы, совершенно другое количество студентов, соотношение студентов и педагогов, соотношение квадратных метров и студентов, соотношение оргтехники и студентов, там и так далее, и так далее. Поэтому, там, скажем, иностранцев и учащихся, которые являются российскими гражданами. Всё это для творческих вузов довольно странно, тем более, что речь шла в этом пресловутом рейтинге неэффективности у вузов с большой историей. Дело в том, что российское художественное образование, оно давнишнее, очень качественное, до сих пор пока, в отдельных, в отдельных сегментах, оно пользуется спросом за рубежом, потому что... Оно пользуется спросом за рубежом? Ну, естественно. Ну, скажем, там, и есть такое священное имя Станиславский, да? Вот американский театр весь сегодняшний поклоняется Станиславскому как божеству до сих пор. И, скажем, в школе-студии МХАТ есть курс, который приезжает из Гарварда. Там есть специальные семестры, которые они должны обучиться в школе-студии МХАТ. Есть качественные, их, может быть, немного, но вузы, где учат музыкантов, замечательно. И эти музыканты пользуются спросом за границей. Сейчас в Петербурге, сравнительно, недавно была встреча ректоров консерватории, там, когда приехало 300 ректоров консерватории, и они все признали, что, в общем, русское музыкальное образование, оно по-прежнему имеет смысл. Другой вопрос. У нас много теряется. У нас теряется много в нижнем этаже, да? Потому что вы должны понять простую вещь. Сегодня в Китае на фортепиано по разным подсчетам учатся играть от 50 до 80 миллионов детишек, да? В соотношении к нашим у нас должно учиться играть на фортепиано от 5 до 8 миллионов детей. Ну, если их там миллиард 400 с лишним, да, то у нас 143-145 миллионов людей. Этого же не происходит. У нас, дай бог, их на порядок меньше. У нас меньше миллиона учатся детишек играть. А это все серьезные проблемы. Они будут потом отражаться на более поздних этапах. Но пока еще, повторю, консерваторское образование имеет смысл. И то, что мы снабжаем сегодня музыкантами, так сказать, по-прежнему весь мир... У меня это открытие, что мы снабжаем весь мир и до сих пор музыкантами. В общем, да. Я не могу сказать, что мы снабжаем, может быть, таких первостатейных солистов, хотя они есть. И лауреаты конкурса, скажем, Шопена, милейшая барышня, которая живет в Брюсселе при этом. Они живут по миру. Но это люди русского происхождения, получившие образование еще в России. И таких детей, в общем, немало. Но, естественно, все будет не улучшаться. Но вовсе не по тем рейтинговым показателям, которые предложило Министерство образования. Есть другая вещь, еще опасная для художественного образования. Сегодня его пытаются загнать в университетские рамки. Потому что высшая форма сегодняшнего образовательного учреждения – это университет. И пытаются приспособить к университетской структуре художественный узел. И это неправильный путь. Потому что там лучшее образование дают в маленьких школах при театрах. При Мхате, при театре Вахтангова, при Малом театре. Это небольшие школы. Они никогда не смогут стать университетами. И не должны стать. Потому что университет предполагает набор различных профессий, вариативность, научную работу. Здесь актерская школа, где как в театре кабуки или холодные сапожники из рук в руки передают Министерство. Понимаете? И это всегда давало классальный результат. Скажите, вот на ваше заявление, как отреагировали официально все, как отреагировала благосфера, все это понятно. Можно просто с этим ознакомиться. А был ли какой-то такой реагаж, о котором мы не знаем? Какие-то забанки и бам? Дело в том, что никто... Да нет, никто вообще давно не реагирует ни на что. Но реакция, тем не менее, была. Потому что вузы культуры вывели из вот этого рейтинга и сказали, что они будут по-другому измерять их эффективность. Что я считаю? Ну, конечно. Что я считаю, очень важно. Потому что я не только пишу в блогах или в газетах. В российской газете колонку ведете и блог на эхе Москвы. Ну, на эхе время от времени. Да, но главная история, это, конечно... А вы прямо сами пишете? Да, конечно. То есть не надиктовываете? Нет, я не умею. Вот по той привычке еще... Нет, я люблю вообще... Раньше я еще писал рукой совсем. Ну, сейчас некогда, я поэтому на компьютере пишу. Ну, презираю себя за это, но... Ну, почему? Ну, конечно, слова надо править. Это же там особая жизнь. Значит, вы пишете сами и сами как бы отвечаете там за свои слова. Когда вам кто-то что-то говорит по поводу того, что вы написали, вы вступаете в полемику легко. Ну, естественно. Я обратил внимание, что вы не называете имен. Вот по поводу вашего, ну, относительно недавнего, если не сказать, последнего выступления насчет Цискоридзе. Ну, это, во-первых, последняя колонка в российской религии. Вы прошлись по... Есть какие-то люди, которые, ну, как бы, условно говоря, крышуют Цискоридзе. Все знают их имена, мы их не будем назвать. И вы их тоже не назвали. А я вот, допустим, не знаю. Ну, дело в том, что всегда ведь есть опасность судебного разбирательства. Доказать очень трудно. Ну, как-то докажешь, что... В случае, когда, скажем, я не назвал ни одного деятеля культуры, подписавшего письмо против Оксанова, я это делал просто из-за того, что это все мои близкие, знакомые люди, и потом надо будет нам здороваться. Я очень... мне трудно... мне трудно удается не здороваться с людьми. Это очень трудно, Жанн. У меня есть там пара-тройка людей, с которыми я не здороваюсь, или стараюсь не здороваться. Вы очень дипломатичный человек. И... нет, очень трудно. И вообще быть, вот так сказать, знаешь, ты не рукопожатый, я с тобой не буду здороваться, да? Это очень сложно. Это вообще требует такой огромного нервной энергии. А кроме того, ну, разные люди. Мы будем делать, надо решить ошибку какую-то. Я представляю, там среди подписантов несколько моих, ну, можно сказать, даже близких друзей, да? Которых, ну, мне... и ругаться с ними публично неохота, потому что если я буду с ними ругаться, я буду с ними ругаться с глазу на глаз. Мне важно было бы отметить такое социальное явление, скорее, нежели просто, там, этот подписал или тот подписал. Потому что я считаю, что история с Иксановым, история вообще с Большим театром, история плохая. Плохая. Плохая это свидетельство того, что решает не профессионализм при назначении или неназначении, решает не опыт, не понимание, а решает такая чистая вот такая Византия. Ну, как? Ну, это у нас всегда так было. Мы же есть Византия. Разве у нас было иначе? Ну, вы знаете, не всегда. Когда это было иначе, скажите, пожалуйста? Ну, вот такого грубого протекционизма, как сейчас, я думаю, в советское время не было. А в советское время? Не было. Не было. Там была другая вещь, там была номенклатура, там были жесткие требования к анкете, там было масса всего, да? Но там людей готовили, то есть ты должен был быть инструктором Райкова комсомола на Камчатке, потом зав. отделом комсомола в Воронежской области. Ну, понятно, да. Существовал алгоритмы, да. Да, там секретарем или, условно говоря, начальником отдела ЦК партии в Казахстане. Ну, и вот шел, шла апробация кадров. Это была серьезная история. Это есть во всех крупных корпорациях все, кстати сказать. У нас осталось меньше одной минуты, поэтому... Так быстро? Да, да. Вот я узнал для себя очень много нового. Скажите, такой вопрос с Долоросом мы, я считаю, что решили. А если когда-нибудь, я думаю, обязательно будет написана мюзика про жизнь Михаила Шведкова? Не дай бог. Такая биография. Ну, а куда деваться? Не дай бог. Ну, вот вы... Понятно, что с либрета это вот не дай бог кто возьмется. А вот музыку, какую бы вы хотели? Кто бы написал бы музыку? Знаете, я не знаю, что... Если бы это было неизбежно. Вот либрет уже написали, и решение принято. Знаете, я... Когда мы делали программу «Жизнь прекрасна», я сказал, что на похоронах, вместо похоронного марша, будете играть прощнейший пой Гладкова. Наверное, Гладкова попросить лучше написать, да. Хорошо, ладно, на этом и договоримся. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. И за Долорес тоже отдельное спасибо. Просто даже за то, что вы сделаете звонок. Я не надеюсь на то, что нам удастся сразу пристроить. Да возьмут, возьмут, я думаю. Я меня очень попрошу. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо вам.